Не забудь подписаться в паблик ВКонтакте, где ты узнаешь много нового и интересного про канал и будешь в курсе самых последних событий в мире технологий. Спасибо! Сравнение с айпадом мини 2 как почти три Samsung Galaxy Prime. Ладно, не суть. Положим его пока что куда-нибудь в бок и рассмотрим его дизайн этого устройства. Чем его можно похвалить и чем его можно унизить. Естественно, как всегда, разъем для зарядки microUSB. Также микрофон расположен. Здесь у нас камера выпирающая, хотя могли бы сделать и нормальную, в принципе, чтобы она полностью... Потому что так вот некомфортно, когда вот так ставишь, прям комфорта такого существенного нету. Здесь вспышка и динамик. Когда кладешь его на диван, тоже не вариант. Когда что-то включаешь и кладешь его на диван, на кровать, то он у тебя всё... Вообще ничего не слышно. Вообще глухой полностью. Это тоже минус. На верхнем торце 3,5-мм разъем под наушники и больше ничего таки нету. Дизайн сам выполнен из пластика. Изначально мне казалось, что здесь преобладает металл, но здесь его, походу, вообще нет. Вот это только окантовки, они, походу, металлические, да. Вообще, я рассказывал в этом видео о своем впечатлении, так что это не какой-либо обзор там или что-то ещё. Это просто впечатление, чисто впечатление. Здесь у нас логотип Samsung, здесь тоже логотип Samsung. Когда же вы уже уберёте этот логотип, уже он мне не нравится, он мне уже начинает доставать. Ну, неприятно смотреть, ну, уберите его, ну, DOS ещё пишут, ну, разве так делают? Хотя бы на задней стороне, ну, ладно. Здесь у нас на лицевой панели, на лицевом торце расположен динамик. И к этому датчики освещенности, различные датчики и 5-мегапиксельная передняя камера. О фронталочке поговорим тоже чуточку попозже, но, кстати, фронталочка, кстати, не очень. Вот вроде 5-мегапикселя, но она не очень. Вот, если честно сказать, она вот не стоит, 5-мегапиксель. Внизу у нас произвольно расположены кнопки домой, домой, назад и многозадачность. Но это уж здесь ничего интересного нет. В принципе, экран хороший, да, насыщенный, но углы обзора бывают иногда и как-то чуть-чуть неприятно вызывают ощущения. Ну, в принципе, ну, здесь понятно, что клавиши выключения и здесь у нас расположена регулировка громкости, тоже понятно. Ну, вот так все это дело разблокируется. Android 5, кстати, довольно-таки хороший. Хорошо работает, пока что, пока лагов таких я не заметил, чтобы тачивист тормозил или что-то такое. Вот так у нас выглядит телефон без крышечки. Громил в сторону. Вот здесь у нас разъем под microSD-карточку. Под ней слот еще один для сим-карты. Здесь тоже сим-карта. Здесь 2600 мАч батареечка, которая, ну, держит так более-менее. И все остальное, в принципе, я вам уже рассказал. В принципе, пока я пользовался, ничего не люфтило, ничего там не тормозило, ничего. Все, в принципе, нормально было. Экранчик блокировки, в принципе. И так все это дело быстро работает. Но я от него не требую, я от него не требую игр каких-то запускать сложных или что-то подобное. Поэтому мне он, по сути, только для работы нужен. Для канала, для... чтобы позвонить, чтобы посидеть там в интернете, можно сказать. Камера. Что рассказать о камере? Камера, в принципе, здесь задняя такая нормальная. Среднячок, в принципе. А фронталка у нас чуточку поджимает. Как видно, ну, это еще и освещенность. Давайте так сделаем. Ну, фронталка поджимает, да. Потому что... Можно даже себя снять. Ну, зато фотографирует быстро, да. Плюс к этому поставил режим HDR. Режим HDR. Ну, он, в принципе, снимает так более-менее нормально. Далее. Здесь у нас... Все. Работает шустро, плавно. Настройки типичные, как у Samsung обычного. Версия Android. Можно играть, поиграть в YouTube. В принципе, это неинтересно уже никому. Многозадачный стак. Есть кнопочка, чтобы все это закрыть. Ничего нету. Стандартные гугловские приложения, которые, в принципе, так особо и не пользуются. Один из них пользуюсь только YouTube. Google диском бывает иногда. Но фото сохраняем. Chrome и Gmail. Все. Больше ничем не пользуюсь. Ни Playpress, ни Play книги. Карты бывают иногда. Но я дубль-гисом пользуюсь. Плей-музыкой тоже не пользуюсь. В принципе, все остальное, это уже не очень так и важно. Количество обоев здесь так и довольно так и много, в принципе. Но они как? Более-менее стандартные, по сути. Ну, вот мне такие обои нравятся, например. Мне как-то, не знаю, близкие они ко мне, что ли. Ну, в принципе, это все, что можно рассказать об этом телефоне. Таких супер-упер крутых впечатлений я не ощутил, в принципе. Если так напрямую сказать, то, ну, не знаю. По мне так это устройство, ну, пойдет, что. Своя ценовая категория, кстати, да. Соотношение цена-качество здесь есть. Здесь довольно-таки хорошая цена. Новый стоит 8500 рублей, даже 9. Ну, в принципе, это не такая большая разница. Срок можно взять его за 1600, за 1500, в принципе. Но устройство стоящее, я вам еще раз хочу сказать. Берите, если вам нужен Samsung, если вы любите Samsung. Ну, если у вас есть денежки, купите Sony Xperia Z1, что-нибудь такое. Потому что я Sony больше уважаю. Ну, такой уж я человек. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой Twitter, Instagram, который недавно появился. И посмотрим сразу время. 16.02. Сонисп...